Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о кораблике на радиоуправлении, а именно о электронике на этом кораблике, и это будет классический метод. Например, вот этот кораблик на радиоуправлении, который я делал недавно на двух ардуинах, это явно не классический метод, это сложный способ, но его преимущество, он дешёвый. И сегодня мы рассмотрим более дорогой способ, но более простой. Здесь будет минимум проводов, нам для этого нужно вот такой вот пульт и приёмник на радиоуправлении. Называется он Radiolink RC4G, он с гироскопом. Гироскоп находится внутри, и он даёт плавности движения, то ли это кораблик, то ли это машинка на радиоуправлении. То есть вот такого рода пульт применяется для кораблика или машинки, для самолётов их не применяют. Здесь 4 канала, и сейчас подробнее о них расскажу. В комплекте есть также инструкция, рекомендую её прочитать. Вообще ссылка на этот пульт будет в описании под видео. Кому интересно, посмотрите. В этом пульту очень удобно сделано питание. То есть можно запитать от 4 пальчиков батареек, или вытащить этот блок. И вставить аккумулятор LiPo. Для того, чтобы проверить работоспособность пульта и приёмника, нам также необходимо бесколлекторный двигатель, регулятор оборотов бесколлекторного двигателя и 3 сервопривода. То есть получается у нас 4 канала, будут все задействованы. Также нам нужен аккумулятор, чтобы это всё запитать. Сейчас я расскажу подключение для кораблика для завоза при кормке. Также можно это применять и для, в общем-то, любых корабликов. Теперь смотрим внимательно на приёмник. Здесь у нас указано импульсы плюс-минус. Берём сервопривод. Импульсы подаются на оранжевый провод, то есть он управляющий плюс-минус, соответственно, красный и коричневый. И всовываем соответствующим образом в первый канал. Это будут... сервопривод будет отвечать за повороты. Затем берём такой же разъём с регулятора оборотов и вставляем его следующим образом во второй канал. Здесь уже за импульсы отвечает беленький проводок. Плюс красный и чёрный минус. Ну и таким же образом я вставил ещё два сервопривода в третий и четвёртый канал. Подключаем питание. И у нас пока ничего не работает. Регулятор оборотов имеет вот такой переключатель. Это просто классно. Начинаем с того, что включаем пульт. Вот он запищал и уже, в общем-то, готов к работе. Затем включаем приёмник. Приёмник включили. И сразу у нас ничего не будет работать. И нам необходимо сразу забиндить вот этот приёмник. Для этого берём какую-то тоненькую отверточку и нажимаем кнопочку вот здесь в торце. Держать необходимо приблизительно 4 секунды. Затем замигает зелёненький светодиодик и схема будет готова к работе. Если горит зелёный, то мы работаем без гироскопа. Если мы три раза, раз, два, три, нажмём вот эту кнопочку, загорается ещё красный. И сейчас схема работает, получается, с гироскопом. Но нам он не нужен, поэтому я его отключаю. Раз, два, три. Вот. И, в общем-то, схема уже работает. На двигатель я одену такую бумажечку. Будем наблюдать, куда она будет вращаться. Ну и сейчас, собственно, проверка. Итак, проверяем. Второй канал – это движение вперёд-назад. Работает. Первый канал – это повороты. Это вот этот вот сервопривод. Он управляется вот этим джойстиком. Ну, тоже работает. А третий канал – это у нас вот он. То есть, поворачивается ещё один сервопривод. За моей рукой видно его. Так, и четвёртый канал. Я его предлагаю использовать, в принципе, для сброса прикормки. Вот эта кнопочка. Когда мы её держим, сервопривод поворачивается. Когда пускаем, он возвращается в исходную точку. Итак, друзья, как видите, с такой аппаратурой работать очень просто. Не нужно программировать какие-то там ардуино, что-то там паять. Куча проводов не мешает. Всё работает просто. И, в общем-то, голову ломать долго не нужно. С этой электроникой я буду делать скоро корабли для завоза прикормки. Кстати, дальность этого пульта до 300 метров на открытом пространстве. Итак, друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Будет много ещё интересных поделок. До новых встреч!